Конечно, нам нужно сделать вывод за то, кому мы отдали свой голос, сделать вывод, чтобы в дальнейшем не поступать на те же грабли. И это очень важный момент, потому что, по факту, чтобы человек сегодня имел возможность находиться в некой электростанции, он должен пройти определенного рода обучения, иметь допуски. Но для того, чтобы управлять страной, как правило, выбирают неких недоумков. И, наверное, суть даже еще и не в этом. Суть заключается в том, что они не желают квалифицироваться, не желают вникать в ситуацию и не желают заниматься созиданием. И по аналогии можно привести пример, когда люди, получив возможность, заняв эти министерские посты, заняв возможность руководить Крымом и Севастополем, это как по аналогии. Мы пришли, мы победители, теперь мы хирурги. Если человек, у которого есть честь, совесть, ответственность, он должен либо снять с себя эти полномочия, либо он должен пристрелиться, либо он должен этого пациента под нож убить. И данные руководители, не имея ни квалификацию, не имея компетентность, ни желание вникнуть в проблему, фактически под нож вложат всех жителей Севастополя и Крыма. И, соответственно, задается вопрос, нам нужны такие хирурги, я думаю, что нет. Поэтому любое нарушение законов со стороны чиновников, законодательства, Конституции, это подрыв государственной власти. Любое нарушение, когда граждане сталкиваются, либо по отношению к себя, либо к согражданам, ведет к недоверию в законы, в государство и в защиту своих прав. Таким образом создаются предпосылки большинства граждан из-за нечистых нарвок у чиновников, либо потворствуются, либо способствуют в пятую колонну, либо к экстремизму. Поэтому очень важен процесс подчеркнуть, что данное недовольство населения и некая аналогия любви к Украине, что там было хорошо, а здесь плохо, она обоснована, потому что людям есть чем сравнивать. Да, там сейчас зло на Украине, но а вы чем лучше? Я был в Краснодарском крае, я был в Чеченской республике, я был в Ингушетии, я был в Дагестане, я вижу, как работает система. Когда приходит инвестор, и в течение двух недель ему делают землеотвод, ему дают все разрешения, и он не бегает два с половиной года, проходя эти 25 печати. Россия, она состоятельная, там есть потенциал. Но поэтому я и говорил, что Крым и Севастополь вошел в состав России, а Россия не пришла к нам. И это действительно так. Почему не развивается Крым и не будет развиваться? Я готов на любом, не то что суде, это глупо суд, на любой общественной площадке выступить против всего правительства Крыма и Севастополя в открытую. Не будет развиваться Крым по многим причинам. В том числе не сделан самое главное аудит Крыма и Севастополя. Определить, какие мы имеем земли, в каком состоянии коммуникации, где что еще можно построить, процесс оттверждения плана и утверждения генплана. Вы знаете об этом? Нет, потому что его нет. А соответственно не может прийти инвестор, видя некий кусок земли, понять, а мощности соответствуют, а будет здесь парк, а будут здесь кафе. Он не знает, потому что нет ничего, они ничего не сделали. Более того, закошмаривание местных предпринимателей, тем более успешных, ведет к тому, что те предприниматели, которые хотели бы вложить, они считают, что если вам здесь и не живется, какой смысл нам вкладывать? То есть все, что сделало правительство Крыма, наторгнуло внешних предпринимателей. Более того, предприниматель сюда не пойдет, потому что нерешенные вопросы по межнациональным отношениям. Они нерешенные, они вообще не решаются. Если 23 года Украина как-то интегрировала, скажем, крымских татар в европейское сообщество, потворствовало межлисту, чтобы он вел крымских татар с риторикой антирусско-антироссийской, то сегодня пророссийской риторики не ведется. Не ведется ни пропаганда, ни контрпропаганда. Нерешенный вопрос по экстремизму, который усиливается. Предприниматели, они не глупые люди. Они понимают, что две трети бизнеса и дохода поступления в бюджет напрямую зависят от туристов. Кто здесь построит санаторий, если здесь нестабильность межнациональная? Когда здесь более 5000 хизбов, 2000 ваххабитов. На границе стоит Ислямов, вице-премьер. Кто его туда поставил? Где мера ответственности? Когда я знаю, что члены хизбутахиры ездят на территорию Херсонской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской области, проходят обучение, получая боевые навыки, чтобы последствия использовать их в городских условиях Крыма, знаю, что боевики из Сирии, уже несколько тысяч находятся на территории Одесской области, и они уже в Херсоне, и уже даже вчера Ислямов с одним из них сидел. Они уже не боятся. И все, что говорит Ислямов, носит не декларативный характер, а реальный поступательный ход. Это говорит о чем? Что они нас приговаривают. И вот эта вот вся некомпетентность команды победителей, нежелание, вся эта вот коррумпированность, она лишь приведет к тому, что даже если те теракты, которые будут, а они будут, потому что они об этом говорят, и мне не верить Ислямову, но нет основания. Они ведут политику деоккупации в интересах Эрдогана, в интересах Америки. Они негодяи. Хорошо, мы это поняли. Вопрос, а что мы делаем для того, чтобы этого не было? Что мы делаем, чтобы сюда пошел инвестор? Ничего. Поэтому те теракты, которые будут, они фактически приведут к этому героизму обратно же к команде победителей. И наша задача, наша задача сделать меру оценки своим поступкам, поступкам правительства Крыма и Севастополя и не допустить подобных просчетов с нашей стороны в будущем. Но еще самое главное, готовиться к обороне и к защите. Более того, если мы сегодня не отстоим права Олега Зубкова и подобных предпринимателей, то завтра большая часть работоспособного населения Крыма будет стоять с протянутой рукой. Соответственно, это отразится негативом и на Россию. Соответственно, семьи нечем будет их кормить. Соответственно, увеличение криминогенной ситуации. Соответственно, недовольство массы населения и нагрузка на бюджет. Ну, как вкратце это так. Спасибо большое, Эленур. И если позволите буквально...